В Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии прошла акция по безвозмездной сдаче крови. Кроме сотрудников центра в акции приняли участие представители органов власти всего около 30 человек. Современное медицинское оборудование установили в поликлинике номер 2 города Барановичи. Всего было затрачено 51 387 рублей из городского бюджета, в том числе на оснащение 15 152 рубля. Централизованное тестирование в Беларуси продолжается. Сегодня абитуриенты сдавали самый популярный предмет – русский язык. Для его прохождения зарегистрировались 2573 человека. Здравствуйте, уважаемые теледерители! В эфире программа «Вести Барановичи». Сегодня Всемирный день донора. Традиционно в день донора по всему миру проходят акции по безвозмездной сдаче крови. Наша страна не исключение. 95 тысяч белорусов являются донорами. Каждый четвертый оказывает помощь на добровольных началах. На этот день в стране достаточные запасы. Если необходимо, донорский материал доставят в любую больницу в течение часа. Несмотря на революционные достижения в медицине, кровь и ее компоненты остаются практически незаменимыми ресурсами. Это помощь тяжелобольным, пострадавшим в катастрофах, новорожденным, с тяжелыми патологиями. Присоединились к акции и наши горожане. В этот день в Зональном центре гигиены и эпидемиологии было многолюдно. Принять участие в акции по безвозмездной сдаче крови решили не только работники центра, но и представители органов власти. Сотрудники центра, медицинские работники и знают, что каждый третий больной, поступающий на лечение в стационар, нуждается в применении препаратов крови. Главный санитарный государственный врач города и Барановичского района Валентин Александрович не в первый раз сдает кровь. Кровь я сдаю ежегодно, не то что каждый месяц, но раз в год, именно в день донора крови или когда безвозмездные сдачи организуют, сдаю еще с момента поступления в медицинский институт. Ну и хотелось бы сказать, что даже не в принципе, что я как руководитель, как медик, моя позиция сдачи крови именно, наверное, больше основана на том, что я вообще стараюсь вести здоровый образ жизни. И те люди, которые на платной основе сдают, зачастую это именно ради денег только. А здесь я слежу за своим здоровьем и почему бы не помочь людям, которые нуждаются в этом. Благородство поступков в данном случае не оценивали материально, если не считать небольшую сумму на полноценный обед. Наивысшая ценность – помощь людям, ведь одна донация может спасти до трех жизней. Я, в общем, сегодня решил первый раз сдать кровь вообще в своей жизни, и потому что это как бы безвозмездно, то есть хочется, конечно, помочь людям, нуждающимся, может быть, ну, перерывания. Такие акции нужны и желательно почаще. Барановичская городская станция перерывания крови обеспечивает необходимым материалом учреждения здравоохранения не только нашего города, но и Барановичского, Ляховичского, Столинского, Лунинецкого и Ивацевичского районов. В случае необходимости поставки продуктов крови осуществляется во все учреждения республики. 37% крови в этом году сдаются на безвозмездной основе. На сегодняшний день не придумано ничего, что могло бы заменить кровь полностью. Поэтому этот праздник проводится под девизом «Подумай о других, сдай кровь, поделись жизнью». Он призывает к сочувствию, к помощи близким и, возможно, незнакомым. Миллионы жизней спасены благодаря донорам. Они стоят наравне в огромной армии медиков, стоят рядом с нами. Многие даже не знают их имен. И, несмотря на это, они совершают героический поступок по зову сердца и души, сдавая добровольно и регулярно безвозмездно кровь. Сегодня мы проводим акцию на базе Барановичского зонального центра гигиены в связи с этим. И благодарны всем каждому, кто принял активное участие в нашей акции. Безвозмездная сдача крови – это самый ценный подарок, который может получить человек для себя, своих близких и людей, нуждающихся в лечении компонентами или препаратами крови. Уважаемые телезрители, 16 июня с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем Лисом. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8 0 162 21 31 21. Современное медицинское оборудование установили в поликлинике номер 2 города Барановичи. Для пациентов открылись массажные и терапевтические кабинеты. Кабинет по иглорефлексотерапии заработал магнитно-лазерный аппарат Рикта. Всего было затрачено 51 387 рублей, в том числе на оснащение 15 152 рубля. В канун Дня медицинского работника в поликлинике номер 2 города Барановичи произошло приятное событие. После проведения капитального ремонта в холле четвертого этажа открылись три новых кабинета, оборудованных современной техникой. Кабинет по массажу, иглорефлексотерапии и терапевтический кабинет для приема пациентов врача отделения дневного пребывания. Установлены два современных массажных комплекса, аппарат магнитолазерный Рикта для лазеропунктуры, новая медицинская мебель. Отделение медицинской реабилитации получило полный набор помещений для оказания качественной медицинской помощи. Иглорефлексотерапия – это старинная лечебная методика. Она оказывает положительное воздействие на деятельность центральной нервной системы и уже давно пользуется популярностью, так как лечение обладает достаточно высокой степенью эффективности. Магнитно-лазерный аппарат Рикта помогает организму человека бороться с широким кругом заболеваний, улучшает кровообращение, активизирует иммунную систему, способствует регенерации ткани, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. А новый массажный комплекс поможет снять болевой синдром. Сейчас пациенты второй поликлиники смогут воспользоваться данными процедурами. Средства были выделены из городского бюджета. Выражаем слова благодарности руководству города за выделение финансовых средств для окончания капитального ремонта в поликлинике. Было освоено 51 387 рублей, в том числе на оборудование 15 152 рубля. Также благодарим строителей ПМК-2 за качественно выполненную работу. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег с наступающим профессиональным праздником. Пожелать замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Посетители уже давно ждали таких изменений и положительно отзываются о проведении капитального ремонта и о новом специализированном оборудовании. Они лично убедились, что слова не расходятся с делами. В Беларуси в текущем году планируется построить 1850 квартир социального пользования с привлечением технико-экономической помощи Китая. За бюджетные средства планируется построить почти 700 таких квартир. За первый квартал введено уже 326. В целом на финансирование строительства жилья в нынешнем году предполагается направить 4 млрд 260 млн рублей. Определено 17 категорий граждан, которым может предоставляться жилье социального пользования. Как правило, это семьи, у которых доходы не позволяют построить жилье даже с привлечением льготного кредита. Централизованное тестирование по русскому языку планируют пройти почти 67 тысяч абитуриентов. Несмотря на то, что для прохождения тестирования по русскому языку в этом году зарегистрировалось почти на 8,5 тысяч абитуриентов меньше, чем в прошлом. Предмет остается лидером нынешнего ЦТ. Как и по всей стране, в Барановичском государственном университете на централизованное тестирование по русскому языку зарегистрировалось больше всего абитуриентов. 2573 или на 260 человек меньше, чем в прошлом году. Следующее тестирование пройдет в субботу, 16 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение. В Республиканском институте контроля знаний полным ходом идет процесс обработки результатов первого централизованного тестирования по белорусскому языку. Сейчас в РИКС над ответами по ЦТ по белорусскому языку трудятся более 200 верификаторов. В зависимости от объема предмета в среднем на эту работу уходит 10 и более дней. Каждый бланк проходит до 5 процедур верификации. Это система защиты от ошибок. Когда установлено, что компьютер корректно распознал информацию в бланках ответов, методисты готовят шаблон эталонного ответа. Он накладывается на бланк ответов абитуриента и происходит с лечением результатов. В зависимости от весового коэффициента каждого задания, во сколько баллов оно оценивается, и выводится общий результат испытания по предмету. Результаты теста будут известны в течение 10 дней после проведения испытания. Посмотреть их можно на сайте Республиканского института контроля знаний. Выдача сертификатов будет проводиться с 10 июля в пунктах прохождения ЦТ. Более 15 тысяч паломников ожидается в нынешнем году на Буцлавском фесте в Мязельском районе. Праздничные мероприятия в честь престольного праздника Буцлавской иконы Божией Матери пройдут 1-2 июля в агрогородке Буцлав. Девизом нынешнего праздника станет «Молодежь, надежда костела и общество». Фестиваль приурочен к 20-летию коронации иконы Божией Матери Буцлавской. Сегодня Буцлав является важным пастырским центром и местом особого культа. Буцлавский костел – памятник архитектуры, имеющий статус историко-культурной ценности Беларуси. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.